На федеральном уровне детский закон был принят позже на один год, а в нашем крае в этом году уже юбилейная дата. Сочинцы одобрили краевые инициативы в 2008 году и стали успешно исполнять закон так уже пять лет. С введением закона у нас на 20% уменьшилось количество преступлений, совершенными несовершеннолетними, по отношению к 2007 году. На более 90% уменьшилось фактов продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе. И на 20% уменьшилось количество несовершеннолетних, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. С начала действия закона без родительского внимания находилось 2700 подростков. Именно столько было встречено в ходе рейдов на улицах Сочи. Сейчас эта цифра в разы меньше. Ежедневные рейды и, что немаловажно, штрафные санкции позволили навести порядок в отношениях взрослых и детей. Теперь родители смотрят на стрелки часов, а волонтеры напоминают об эффективности закона. Детский закон, который не позволяет детям гулять поздно по ночам. Можете, пожалуйста, получить памятку о его положениях и контактных телефонах? Если у нас на побережье уже сложилась определенная система, то в некоторых городах России, видимо, закон только набирает силу. Во всяком случае, отдыхающие с вниманием слушают о мерах, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений. В любом случае, рассказывать курортникам о том, что здесь жестче, чем где-либо действует так называемый детский закон, будет не лишним. Две бабушки одного внука, правда, и на курорте, и дома не расслабляются. До девяти, и мы дома, больше не гуляет. Но практически он у нас на улице один не гуляет. Мы с Москвы, с Подмосковья. Этот закон очень хорош тем, что дети должны быть вовремя дома, тогда, когда нужно, чтобы это было и детям удобно, и безопасно, и комфортно, и родителям, и детям. Тут же в парке начальнику отдела по делам несовершеннолетних сочинцы задают вопросы. Например, как можно разнообразить досуг будущего первоклассника в летнее время. Иван Кердяков просит перезвонить ему в определенный час. Напомните мне, по какому вопросу, и мы с вами переговорим дальше. Куда вы можете обратиться, где вместе. Я вам все поэтому уговорил. До свидания. Никто не сомневается. Детский закон прошел проверку временем. Он, считают сочинцы, защитил детей от равнодушия и безразличия взрослых. Елена Сецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.